В Кашихабльском районе успешно развивается животноводческий комплекс. Один из примеров – ферма Тхаркаховых. Благодаря госпрограмме и федеральной поддержке глава КФХ Нафисет Тхаркахова получила грант для развития семейной фермы в размере 16 миллионов рублей. На полученные средства была проведена реконструкция КФХ, приобретено новое оборудование и 25 голов племенных нетелей бурой швидской породы. Мы получили грант в размере 16 миллионов рублей, и это 60% от бизнес-плана полного, и своих 40% – 11 миллионов рублей. Благодаря поддержке Минсельхоза, Республики Адыгея, администрации района. Одним словом, то, что мы планировали, практически мы 90 тысячам процентов сделали. Хотя исполнение гранта заканчивается в марте 2001 года. Приобрели поголовье. Самое главное – построили два шикарных корпуса для содержания и коров, и молодняка. Мы сейчас находимся в корпусе для коров, где содержится завезенных 25 голов мясомолочной породы коров. Называется эта порода «Бурая швидская», выведена в Швейцарии. Стадо, где мы приобрели, находится маточное стадо, находится в Ростовской области, в Матвеево-Курганский район, и является одним из самых высокопродуктивных. Молоко не только по количеству достаточно большое, но оно и качественное. Жирность 4,2-4,4, содержание жира. И белка тоже в полтора раза больше, чем у других молочных породов. То есть молоко, которое очень дает хороший выход сыра и качественного сыра. Что изначально вы планировали? Это строительство корпусов и закупка и содержание молочного поголовья. Переработка бизнес-планом не предусматривается. Но все-таки нас жизнь не заставляет, чтобы мы рассмотрели эту тематику, потому что все-таки выход в рынок к конечным продуктам, это является более высокоориентабельным. Когда человек знает все тонкости и особенности работы в своей сфере деятельности, он всегда будет на шаг впереди. Мухарбит Харкахов с большим энтузиазмом рассказывает о своем хозяйстве. В хозяйстве 136 гектаров земли. Мы обеспечены своими кормами, грубыми и концентрированы кормами. Мы первым в России вышли на фирму, биорусскую фирму, которая выпускает специальное оборудование для проращивания кормов. Это что означает? Вот обычное фуражное зерно, ячмень, в течение недели увеличивается в 8 раз. За счет роста, правда? Пророщенный ячмень является самым высокоусвояемым. И круглый год с сочными кормами, витаминизированными, животное будет обеспечено. Это является основой для получения стабильной продукции от коров. В этом году было 48 градусов жары. А значит, жаркий климат? То есть и жаркий, и холодный для них не страшно. Средняя продуктивность, я сказал, 12 тонн на корову, то есть 40 кг ежедневно, при жирности 4,2-4,5. То есть содержание белка и жира дает, чтобы получать великолепные, самые хорошие сыры. Сколько возраст у них приходит? У них полтора года. Полтора, да, сейчас? Да. Полтора годового. Они все стильные. В октябре, в ноябре, в декабре все должны расселиться. Ректальное обследование сделали, все. Затем фермер нам рассказал о специальном итальянском оборудовании, которое уже закуплено. Этот так называемый танк очищает, взвешивает и охлаждает молоко. Мы закупили специальное оборудование. Сегодня молокопровод, это естественное требование сегодняшнего дня, к танку, к которому подходит молоко, где очищается, взвешивается и охлаждается. Рядом пастеризатор, который пастеризует и готовит молоко для дальнейшей переработки. Эти оборудования уже есть. Мы сейчас в поисках приобретения линий для выработки сыров. Какие сыры, тоже мы рассматриваем разные варианты. Ну, одних из них, как типа моцарелла. Надо производить то, что будет иметь спрос. И такое качественное молоко, сдавать его как молоко за 30-35 рублей на килограмм, в лучшем случае это невыгодно. Если сыры, мы, значит, имеем такие возможности, специалисты есть. Самое главное, сырье есть хорошее молоко. По молокопроводу идет, эта установка здесь расставляется и одновременно взвешивает. Человек подходит по всей дойке, записывается. 150 килограмм. То есть все вот это будет автоматически? Все автоматически. Вот три функции выполняет этот агрегат. Очищает, фильтры специальности молоко очищает, взвешивает и охлаждает. Рядом пастеризатор. Сколько сегодня надо сыра сделать? Тонны. Мотор перекачивает пастеризатор. В течение двух часов молоко уже пастеризованное. То есть прокипятилось, она уже готова для дальнейшей работы с ним. Несомненно, что поддержка крестьянско-фермерских хозяйств – это еще один шаг для развития животноводства на селе и создания новых рабочих мест. Натусик Чмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района. Новости Кашхабского района.